БРСМ «Нафта», «Вести» и «Мото» вошли в антирейтинг по уплате налогов «Эксперт». В антирейтинг сетей АЗС по уровню «Уплаты налогов на литр горючего» вошли «БРСМ «Нафта», «Вести», «Авентедж-7» и «Мото». Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на фейсбук эксперта горючего рынка, директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна. Согласно опубликованным данным, лидеры платят до 3,2 гривны на литр горючего, тогда как «БРСМ «Нафта» и «Вести» по 1,3 гривны на литр, «Авентедж-7» — 1,2 гривны на литр, «Мото» — 1,0 гривны на литр. Общая уплата налогов с операционной деятельности, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ, почти без изменений, по сравнению с предыдущим периодом, редакция, отметил Куюн. Что касается средних зарплат, в квартале 2024 года средний оклад по крупнейшим сетям пересек символическую отметку в 20,000 гривен в месяц, 20,154 гривны, во два квартира 19,232 гривны в месяц. Между тем в 35 сетях из 50 средний оклад остается ниже 15,000 гривен в месяц, 12,300 на руки, что указывает на массовость выплат в конвертах. В четырех сетях из ТОП-10 БРСМ, Киело, Мото, вести средние официальные оклады ниже 10,000 гривен в месяц. Абсолютный чемпион одесская сеть Патромал с окладами — 4,070 гривен в месяц, написал эксперт. По его мнению, определенные движения вперед по повышению уровня уплаты налогов, но темпы неудовлетворительны. По-прежнему удивляет дерзость отдельных персонажей, недоплата которыми, суммарно сотен миллионов гривен налогов, ежемесячно в течение последних двух лет, вполне очевидна. Больше может удивить, разве что отсутствие адекватных действий со стороны налоговой, подытожил Куюн. Как сообщалось, БРСМ «Нафта» стала антилидером рейтинга налогоплательщиков между ТОП-10 АЗС по итогам квартала 2024 года. В пересчете на литр проданного горючего сеть уплатила в семь раз меньше налогов, чем лидер. Вторым с конца было мото, третьим вести. Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из БРСМ «Нафта» и мотосодержания спирта 25-35%, что убивает двигатель. В комплекте шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода – первый признак добавления больших объемов спирта.